Исполнительный комитет Почему, по нашему мнению, соавторов, те предложения, которые озвучит исполнительный комитет, как неправильно нами, сформированные в инициативе, по нашему мнению, все-таки являются объективными. Заключение исполнительного комитета объемное. Мне понравилось, что постарались подойти к этому фундаментально, к нашему музыканному проекту, к нашей инициативе и подготовили заключение. Поэтому основные тезисы, которые заложены в заключении исполнительного комитета, мы вам озвучим в форме аналитической таблицы. Наша инициатива была разработана 25 мая сего года. На сайте Народного собрания в рубрике «Проекты закона» была размещена с 3 июля. Заключение исполнительного комитета мы получили 15 августа. И вот первый момент, на который в основном делает акцент исполнительный комитет, что тот источник финансирования, который мы предложили в программе, фонд выравнивания, является противоречившийся закону, противоречивший местной автономии, потому что этими средствами распределяются местные советы. К сожалению, по нашему мнению, здесь допущена ошибка. Дело в том, что мы говорим о фонде выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня, к которому бюджеты Примарии не относятся. Относится как раз районный бюджет и центральный бюджет ГГУЗИ. И он формируется как раз за счет подоходного налога с физических лиц, нераспределенного в Примарии. То есть то, что вы 25% перечисляете села, 55% муниципий и 80% города. То есть мы говорим только о бюджете второго уровня. Поэтому нормативные институты не только не ущемляют местную автономию Примарии, а наоборот, за счет фонда выравнивания из центрального бюджета мы вам хотим выделить дополнительный транспорт в сумме 5,6 миллионов лет. Поэтому данная поправка просто не является правильной, как тот, который стандартный бюджет предложил в данном случае. Второе. Второе нам тоже не глиминирует, может быть, что мы опять нарушаем законодательство, потому что в данной программе говорится о том, что нельзя за счет бюджетных средств обеспечивать установку новых электросетей или модернизировать существующие системы освещения. Значит, это самый главный посыл в нашей программе. Мы хотим местным бюджетом, я знаю, что коллеги на этой курсе, в общем-то, коснулись, но с красной линией мы хотим помочь Примариям платить за уличное освещение. То есть компенсировать часть этих расходов, потому что, к сожалению, сельские Примарии, местные бюджеты не справляются с этой ночью. Конечно, есть ситуации, где населенные пункты освещены даже на 100%. Есть населенные пункты, где уровень освещения очень низкий. То есть им не надо платить за электроэнергию, потому что ее у них просто пока еще нет. Но мы не можем исключить одни населенные пункты сельские, а другие оставить. Поэтому те населенные пункты, у которых еще уличного освещения нет, инфраструктуры это еще не создано, они могут эти ассигнования, которые рассчитаны на каждого жителя, направлять вот на эти цели. Исполнительный комитет нам сказал, что нет, не имеют права. Но вот тут сносочка, вот закон Республики Молдова от административной децентрализации, монитор, в котором он опубликован. Это основной закон, который распределяет полномочия между местными органами власти. И вот вам цитата, чтобы мы не были голословными. За местными органами публичной власти первого уровня, то есть Примариями, закрепляются следующие сферы деятельности. И выдержка. Строительство, содержание и освещение улиц и местных дорог общего пользования. Ключевое слово даже строительство. Поэтому наше положение, которое в программе, установка новых электросетей, модернизация существующих систем освещения, абсолютно логически и правомерно вытекает из этой законодательной нормы. Третий момент, на который обращает исполнительный комитет, момент очень правильный, что населенным пунктам, в том числе Примарам, надо больше участвовать в грантовых программах, которые будут помогать улучшать систему уличного освещения. Безусловно. Одно но. Еще раз повторяю, что наши институты направлены на то, чтобы компенсировать расходы, связанные с оплатой уличного освещения. К сожалению, или к счастью, фонды, грантодатели не дают средства на оплату текущих расходов. Они дают средства на создание инфраструктуры, в том числе и фонд энергетиктивности. Ну и извините немножко за нескромность, соавторы, которые предложили данную программу, тоже не понаслышке знают, что такое гранты и что такое фонды. Например, в селе Абдарма реализуется грант по энергоэффективности в детском саду и лицее по программе САР. В селе Чешмекёй в одном из первых лицеев в Молдове был реализован проект фонда энергоэффективности в лицее. В Камраде интересные яркие примеры, все вы проезжаете в сторону Кишнёва, лицея имени Третьякова, он тоже участвовал в фонде энергетиктивности, гимназио Курогла. Более того, Камрад выиграл грант на уличное освещение через программу УСАИД. Да и других населённых пунктов соавторы данной инициативы имеют, ну можно сказать, какое-то отношение к тому, что эти проекты были выиграны. Поэтому мы только за то, чтобы населённые пункты работали с грантами, в том числе и мы предложили ту инициативу, когда вам контрибуции возмещают из бюджета, из центрального бюджета ГАГУЗИ, поэтому мы только за гранты, но гранты не дают на то, чтобы оплачивать уличное освещение, понимаете? Поэтому у нас, к сожалению, в ГАГУЗИ проблема в том, чтобы даже не создать инфраструктуру, связанную с уличным освещением, а платить за эту электрометку. Где-то населённые пункты умудрились, нашли спонсоров, люди оплачивают из своих средств. Где-то эти деньги берут с населения, а где-то просто свет горит несколько часов в сутки. Следующий слайд, пожалуйста. Респондентный комитет отмечает, что существуют более приоритетные проблемы водообеспечения и канализации. Мы в своей программе не ставим уличное освещение населённых пунктов как главный приоритет ГАГУЗИ. Ни в коем случае. Мы просто говорим о том, что эта проблема важная. И наша программа, которую мы разработали, никаким образом не мешает исполнительному комитету или другим субъектам законодательной инициативы разработать другие секторальные программы развития. Это может быть и водообеспечение, и канализация. Более того, наша программа довольно экономичная, да? Потому что на её реализацию нужно 5,6 миллионов лет. Примерно по нашим расчётам. Это менее 1% от бюджета автономии. Если говорить о программах, связанных с водообеспечением, с канализацией, это мультимиллионные проекты, особенно по канализации. Более того, как раз на эти вещи гранты даются. То есть на создание инфраструктуры. У нас даже есть специализированный фонд, национальный фонд, экологический фонд. У нас мы с вами вместе принимали фонд о капитальных инвестициях. Никто не запрещает местным властям, региональным властям, которые оперируют половиной средств распределяемых на капитальные инвестиции, направлять их на реализацию вот этих программ. Значит, ну и следующий пункт. В этой же слайде надо менять. Высокий уровень освещенности в Гагузии. 47,5%. Что выше, чем средний социальный стандарт. Да, мы с этим согласны. Ну, давайте будем говорить. Особенно кто работает цифрами, любит, кроме абсолютных показателей, ещё брать и относительные. Значит, что значит у нас высокий уровень освещенности? Во-первых, у нас три населённых пункта, где за всё платят спонсоры, на 100% освещены. Если мы их снимем с анализа, то у нас уровень 47,3% намного снизится. Второе. Вы знаете, что в некоторых населённых пунктах освещены только центральные улицы. И только по 2 часа. И самое главное, что у нас уличное освещение горит, к сожалению, не всё время, когда тёмное время суток. Да, населённый пункт считается освещенным, но там свет горит с 10 вечера до 2 ночи. Это вы считаете освещенным населённый пункт? Основные преступления происходят как раз в глубокой ночи. У нас населённые пункты в это время не освещены. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Другие заключения, в общем-то, от всех положительные. Комиссия по сельскому хозяйству нейтральная. Ну, они приняли решение на комиссии перенести рассмотрение этого вопроса. Другие комиссии высказываются положительно. Единственное, комиссия по финансам предложила увеличить показатель компенсации с 5 леев до 6-7 леев, а комиссия по промышленности с 5 до 8 леев. Значит, почему 8 леев? Почему 8 леев? Потому что был взят как образец пример с Авдормы, Киритлунги и Ферраконтики, которые населённые пункты 100% освещены. Поэтому, когда населённый пункт освещен и освещен полное время тёмных суток, примерно выходит 8 леев в месяц на одного жителя расходы. Мы предложили 5 леев как софинансирование, да, то есть 60% из центрального бюджета Гагузии, соответственно, 40% местные власти изыскивают самостоятельно. Наши коллеги из некоторой комиссии предложили компенсировать ещё больше, чем 5 леев. Ну, мы с авторами не согласны, потому что считаем, что это всё-таки должна быть такая, да, общая проблема и региональных властей, и местных властей. То есть должна быть доля софинансирования. Мы хотели вот этой таблицей показать, сколько бюджет Гагузии тратит на нас, на аппарат, на работников аппарата, да. Вот у нас бюджет Гагузии 2017 года, собственные доходы, он верхняя строка, 137 миллионов. Из них 31 миллион мы тратим на различные органы власти, то есть больше, чем 23%. Каждый потраченный четвёртый лей нами уходит на оплату работы чиновников. Я в данном случае говорю, в том числе, и о народном собрании. Поэтому я думаю, что нам, когда в заключении исполнительного комитета пишется, что нам нужно оптимизировать расходы для того, чтобы внедрять эти программы, безусловно, но может быть, нам в первую очередь надо начинать с себя. А вот освещенное село, там, где люди должны ночью видеть, где могут они пройти, наверное, эта программа является правильной. Есть интересные предложения от исполнительного комитета в заключении. Там не только отрицательные вещи в наш адрес, но есть и слова поддержки. И в том числе есть рациональные предложения, связанные с тем, что немножко можно расширить перечень, на что можно эти средства тратить. Есть уже инновационные подходы, связанные с энергосервисными услугами. Поэтому мы обязательно с авторами все эти предложения учтём.